здравствуйте друзья сегодня ролик будет про иммиграцию частности стоит ли иммигрировать вообще в америку в этом году 2020 вот и самого начала ролика я сразу хочу сказать что по моему опыту то что я видел здесь сам то что мне рассказывали мои друзья и знакомые все люди кто иммигрирует сюда они делятся на две большие категории их можно разделить на людей которые знают для чего они сюда едут надо ли им иммигрировать вообще и на людей которые в принципе особо не знают надо им это не надо и они начинают лазить по форумам где-то на ю тубе что-то смотреть и они слабо представляют вообще что такое миграция с чем предстоит им столкнуться так вот большую часть ролика я хочу поговорить именно о этой категории людей а 2 это люди которые не знают толком надо им это или нет и для того чтобы сразу же немножечко по умерить пыл людей которые говорят да нам надо только мы не знаем что и как друзья мои дорогие вот эти люди которые не знают я их называю можно сказать мечтателя они просто мечтают о том чтобы оказаться здесь у нас и начать жить тут по новой с нуля как только по громко громкими названиями это не называют так вот то что я вижу в основном такие люди они слабо представляют вообще как здесь живется они слабо представляют чем им здесь заниматься каким образом они здесь будут жить выживать принципе они мало чего представляют у них есть идеальная картинка из кино что да вот они приедут в америку и все у них здесь будет хорошо так вот я хочу сразу же сказать дорогие друзья даже если вы выиграли green card и слабо представляете или думаете надо вам это или не надо я вам начну с финансовой точки зрения сразу же смотрите когда вы выиграли green card у вас есть порядка года наверное на то чтобы все-таки сюда заехать в америку пройти собеседование пройти медицинскую комиссию и приехать так вот на семью скажем человек из трех из четырех вам надо будет минимум 100 тысяч рублей только на медицинскую комиссию только для того чтобы пройти медобследование если вам надо будет проходить дополнительные какие-то исследования сдавать анализы тесты какие-то то соответственно вы будете платить больше помимо этого вам надо будет заплатить сборы за визы за green card то что вами лет паспорт посольства помимо этого вам надо будет купить билеты за стоимость билетов очень сильно варьируется и зависит от того на какое побережье вы поедете дальше дальше у нас принципе мало зависит от штата это сколько вам денег надо вести с собой возьму на примере калифорнии например да потому что я здесь и как бы рассказываю исходя из своего опыта из того что я вижу и как мне это видится моя точка зрения вам надо будет с собой перевести хотя бы как минимум минимум 20-25 тысяч долларов это только лишь для того чтобы скажем так стартануть в относительно недорогом месте почему столько потому что вам надо будет купить сразу же по автомобилю на каждого взрослого если у вас взрослый ребенок то на ребенка тоже надо будет купить автомобиль потому что без автомобиля здесь никуда здесь даже в магазине сходить из машины смотрите если вы берете скажем ребенок маленький соответственно две машины ну чтобы они ездили они чинились постоянно вам надо будет порядка 5000 на каждый автомобиль соответственно из этих 20 у нас 10 будет уже уходить на автомобиле также вам надо будет ну скажу сразу что с мебелью с чем-то еще с какой-то утварью у вас проблем здесь не будет потому что здесь проблема куда-то все это деть потому что если ты кому-то не отдаешь тебе надо это выбрасывать а чтобы выбросить тебе надо ехать на свалку платить за это деньги нанимать какую-то машину которая эти диваны там или еще что-то увезет от вас если у самих нету большой большой машины врачка какого-то или еще чего так вот с мебелью с диванами со всем прочим вас проблем не будет вам старой мебели надают и старая мебель здесь подразумевается не так что она будет убита а в принципе относительно чистой и хорошая мебель вот но вам надо будет купить матраса матрас если покупать то покупать хороший хороший матрас вам обойдется скажем порядка 800 долларов 1000 долларов за мах раз если брать средний такой не шиковать а просто взять по минималочки соответственно взрослые плюс ребенок один вам надо уже сколько правильно два матраса это еще 2000 вам надо будет оплачивать рент если мы возьмем калифорнию сакраменто например то рент здесь относительно недорогой вы сможете снять более-менее сносные апартаменты то бишь квартиру двухспальную это трешка по-русски и будете платить за нее но скажем 1500 1600 это в том случае если вы хотите более-менее средненький район если вы хотите хороший район то там уже сумма может быть две тысячи две с половиной тысяч то есть верхнего предела абсолютно никакого нет помимо рента за первый месяц вам надо будет заплатить депозит депозит везде по-разному но в среднем ориентируйтесь так чтобы заплатить первый и последний месяц и того если мы возьмем аренду за полторы тысячи вам надо будет помимо полутора тысяч еще три это уже четыре с половиной и того у нас от 20000 остается пять с половиной тысяч которые у вас скажем так пятьсот долларов у вас уйдет только вот чтобы купить там тарелки посуду какую-то потому что ну друзья все-таки посуда и столовые приборы они должны быть новые потому что вы этим кушаете что еще в принципе все остальное и не забывайте что жизнь в америке достаточно дорогая штука чтобы прожить семье из трех человек вам на питание надо будет ну хотя бы долларов 800 скажем так в месяц если вы найдете работу один человек сразу же а я вам хочу сказать что первая работа будет абсолютно за небольшие деньги какие-то может быть долларов 13 14 если повезет вот у вас вот эти деньги которые остались 5000 они у вас будут уходить и уходить они будут из расчета долларов 600 700 в месяц потому что вам надо будет оплачивать сотовую связи это порядка 40 45 долларов за каждый номер вам надо будет оплачивать интернет вам надо будет оплачивать свет в калифорнии особенно летом на свет у вас если экономить будет уходить порядка долларов 80 90 вам надо будет оплачивать страховки на машины страховка на машину для вас обойдется на каждую машину порядка долларов наверное 80 если вы возьмете страховку можно сказать минимальность небольшим покрытием что еще в принципе по финансам все вы остальное примерно сами представляете надо и одежду купить надо все остальное купить то есть от этих 5000 у вас уже через скажем два месяца уже в принципе ничего не останется даже если один человек будет работать ребенок в школу пойдет бесплатно все остальное тоже далее работы если вы слабо представляете чем вам заниматься вообще здесь то естественно первые работы у вас будут какие-то черновые работы наподобие работы настройки работы где-то еще вот в чем-то подобном где не особо много платят и в основном это будет работа друзья я вам честно скажу первые работы у вас скорее всего будут с русским не всем так везет скажем так как не знаю даже мне не всем так везет как людям которых я некоторых тоже знаю у кого слава богу есть какие-то знакомые которые могли подсказать могли помочь вот друзья и вы очень важно чтобы вы не зависли в итоге на этом на всем то есть вы можете зависнуть на этой работе и когда вы будете на ней работать у вас будут шоры такие вы не будете видеть больше особо ничего и соответственно как бы возможности где можно заработать сменить работу на какую-то другую вы тоже не будете этого видеть вот поэтому в принципе может быть даже имеет смысл скажем посидеть месяц полтора поискать более-менее нормальную работу хорошую на которой платят побольше и где люди другие возможно вы чему-то научитесь обучить и чему-то и в итоге поймете что же вы все-таки хотите в этой жизни куда-то я приехал друзья а куда не знаю будем разворачиваться выворачиваться отсюда а это сделать будет достаточно нелегко как сами видите дорога здесь крайне узкая но ничего у нас мини танк полноприводный если что мы выберемся отовсюду выберемся проехали маленький округом показал вот друзья плюс если вы действительно не представляете надо вам это иммиграция не надо что с ней вообще делать вам здесь будет действительно тяжело потому что иммиграция это процесс он изначально сам по себе бескрайне сложно вы оказываетесь в новой стране где вы абсолютно ничего не знаете абсолютно какие-то новые нравы у людей новые обычаи новое все многие мысли которые у людей бывают по поводу там работают учебы бизнеса она здесь рушится потому что абсолютно все иное даже банально есть элементарная вещь здесь нету натяжных потолков друзья и никто ими не занимается когда я задумался сам может быть мне этим заняться потому что в принципе рынок открыт к этому я спросил у людей кто занимается ремонтами стройками и всем вот этим вот вся эта история они мне сказали что уже были люди которые пробовали но американцам это не надо они достаточно часто меняют дизайн своих домов они перекрашивают меняют цветовую даму а так как стены здесь красят то им эти потолки абсолютно не нужны вот и таких вот деталей таких мелочей будет огромнейшее количество поверьте мне вот поэтому это будет очень тяжело и добавок к этому если то как я поступаю уже достаточно долгое время относительно того сколько я здесь нахожусь когда у меня кто-то спрашивает а стоит иммигрировать или нет я даю всегда однозначный ответ нет играть не стоит почему потому что если человек сам для себя не определил такой глобальный и важный для него вопрос стоит ему иммигрировать или нет то ему иммигрировать однозначно не стоит потому что здесь с ним возиться никто не будет если у него есть старинные какие-то хорошие друзья они могут безусловно они ему помогут и так же каким не помогли мои друзья я им бескрайне благодарен за это но возиться с ними друзья никто абсолютно долго не будет помогут на первоначальном этапе но если человек сам не может либо не хочет что-то сделать то делать ему за него тоже никто не будет поэтому друзья если вы не можете определиться сами не не знаете на или нет очень сильно подумайте потому что здесь это будет очень тяжело первый год эмиграции первые два года это можно сказать достаточно напряженное время даже как у нас говорил михаил петрович друзья человек начинает понимать что он приехал в америку буквально наверное лет через пять после того как он здесь оказался когда он здесь обустроился такие дела ну и касательно первой группы людей это люди которые знают что да им иммигрировать надо они иммигрировать хотят я думаю и то что я замечаю как правило они уже знают чем они здесь будут заниматься где они будут жить пойдут они учиться или не пойдут на дым это или не надо как правило такие люди приезжают сюда уже с определенным багажом подготовки вот и стартуют в разы в разы лучше и легче скажем так менее напряженно чем вот как раз вторая категория про которую я рассказывал поэтому друзья стоит иммигрировать или нет если вы до сих пор для себя задаетесь этим вопросом то мой ответ однозначно не стоит если вы для себя определились в главном что иммигрировать стоит вы пойдете на какие-то жертвы на что-либо еще сознательно понизите скажем так уровень своей жизни несмотря на возросшие его качества если вы готовы упорно работать первое время в принципе и в последующее время то тогда иммиграция для вас вот такой совет у меня друзья солнце вам светит привет вот друзья поэтому такая вот тема ролика не знаю сумбурно это получила силе нет но это мои мысли это то что я вижу и как бы ролик этот рожден тем что меня за последние полгода вот буквально несколько семей которые уже уехали которые приехали сюда посмотрели уехали завтра улетают знакомые которые прожили здесь пять месяцев пять с половиной но они действительно у них не сложилось потому что достаточно большая семья четыре человека три из них взрослых работал человек только один взрослый сын у них ехать хотел обратно не знаю зачем в армии послужить захотелось не знаю в общем люди уезжают потому что они для себя толком еще сами не могли определиться и не знали стоит им это делать или не стоит такие дела друзья таких людей достаточно много я встречаю определенное количество мне рассказывают еще о больших количестве людей которые приезжают а потом уезжать потому что разочаровываются денег здесь на деревьях не растет работать надо когда человек сам не знает чего он хочет то он начинает бросаться на все что ему показывают свежий иммигрант он скажем так как сладкий кусок пирога для жуликов для других русскоязычных людей которые ему помогают имея какой-то в голове свой корыстный интерес спасибо что посмотрели друзья если вы с чем-то не согласны если у вас есть какие-то замечания или вы наоборот поддерживаете меня пишите комментарии если вы впервые увидели это видео друзья и гости на моем канале подписывайтесь обязательно я вам показываю нашу жизнь как мы здесь живем чем мы здесь дышим где мы здесь обитаем друзья спасибо что посмотрели оставайтесь на позитиве удачи и пока удачи